Добрый день, меня зовут Владимир, я начинающий ресторатор из Смоленска. Помог ли курс лично мне изменить мои привычки, поведение? Да, помог. Определенно помог. Потому что помимо курса, который связан конкретно с ресторанным делом, в процессе обучения Айвик выступал еще мне в роли ментора, можно так сказать. Он постоянно подкидывал мне какие-то фильмы, либо материалы, либо статьи, и просил, чтобы я с ними ознакомился, что я и делал, и давал ему обратную связь по ним. Я ее давал, он выслушивал меня, что из этого всего понял, и корректировал мои неточности и непонимания. Объяснял, почему так. Причем вполне исчерпывающе объяснял. Я, в принципе, могу сказать, что он очень сильно откорректировал мой образ и масштаб мышления. Потому что он учил в процессе мыслить как ресторатор. Как человек, который открывает ресторан и ведет бизнес. И понимает, как его делать, и что для этого нужно делать. Как нужно мыслить. Поэтому я считаю, что действительно его влияние на мой образ мышления и поведение в целом... Потому что я действительно приобрел некоторую организованность в своих действиях, так как приобрел конкретные цели. И просто отказался от некоторых совершенно бесполезных, ненужных вещей, от шелухи. По поводу того, что я думаю, если бы я не прошел обучение, какая была бы цена этой ошибки. Во-первых, это точно была бы ошибка. Почему? Потому что я получил несравненно больше, чем я ожидал. Помимо того, что изменился мой образ мышления, я узнал очень много нового, полезного. И в принципе приобрел определенные знания, которые позволяют мне теперь двигаться, самостоятельно выбирая свое будущее, которое я хочу создать и которому я могу идти. И знаю, что у меня это несомненно получится. Айбек практик. Он практикующий ресторатор, который всю свою жизнь имеет дело с ресторанами. То есть он начал свое развитие с официанта и дошел до ресторатора, который открыл более 150 ресторанов. Так что тут никаких сомнений в том, практик ли он и достоверны ли это знания, и актуальны ли они, я считаю, быть не может. Каждое занятие очень многое запоминалось, и потом это закреплял. А что именно, так это знания. Потому что они даются в легкой форме. Рассказывается интересно. И без всяких заковыристостей все разъясняется. Если ты что-то спрашиваешь, тебе это объясняют. Показывают картинку, рассказывают, и все очень доступно. И так, в принципе, все мои занятия были очень с положительными эмоциями. Поэтому я фактически все занятия заканчивал, очень многое запомнив, извлек для себя. И с отличным настроением. Поэтому я, в принципе, всегда был рад провести встречу с Айбеком и провести, в принципе, любое занятие с ним. Теперь немного о том, стоят ли знания, которые мы получаем, те их денег, которые мы за них платим. Несомненно. Несомненно, стоят. Более того, знания, которые мы получаем, они стоят гораздо больше. Намного больше. Я бы сказал, в разы больше. Даже на порядке. Об Айбеке я узнал совершенно случайно, когда скроллил YouTube. То есть я искал хоть какую-либо информацию, которая была бы действительно достоверной и могла бы помочь мне открыть пиццерию. Ну, я наткнулся на видео, которое называлось «18-то покрытие ресторана». Да, именно так. Это была его первая часть. Там Айбек давал интервью. Я его посмотрел. И пока я его смотрел, я понял, что этот мужик что-то знает. Точно что-то знает. Я смотрел, и он рассказывал так, как будто на каждом этапе, который он разбирал, как будто мы прямо сейчас открываем ресторан. Что нужно делать, чего не нужно делать, почему нужно делать, почему не нужно делать, что важно, а от чего лучше отказаться. И вот, когда я уже посмотрел эти 18 этапов открытия ресторана, я пошел дальше, нашел еще одно видео. Там, где Айбек рассказывал об открытии ресторана Лондон. Про его концепцию, как она вообще в принципе создается. Я там узнал прям, ну, очень много нюансов, которых бы я в принципе сам не догадался. Потому что, ну, в двух словах у меня было примерно такое представление, пока я не обучался у него. Открыть пиццерию – это что, найти какое-нибудь место хорошее, да? Там, где много людей. И делать просто хорошую вкусную пиццу. Просто из хороших продуктов, хорошего тишина была вкусная, и люди будут ходить кушать. Казалось, что это не совсем так. Вернее, это вообще не так. Этого совершенно недостаточно, чтобы выходить на действительно высокий качественный уровень, который в принципе предполагает дальнейшее развитие в крупную сеть. Ну, и после того, как я это осознал, что моих знаний, которые были абсолютно нулевые, совершенно недостаточно, я опять же просто под видео, которое вышло буквально вчера, в случайности не случайно, зашел, увидел ссылку, в которой предлагалось пройти обучение. Я зашел на эту ссылку, меня перекинуло на сайт iBECO. Я посмотрел, поскролил, там еще было разные видео, я их тоже посмотрел, почитал. Думаю, ну все, я хочу записаться на этот курс. Я оставил заявку, мне перезвонили, со мной связались. И примерно так я и попал, собственно, на курс к iBECO, о чем ни капли не жалею. Спасибо.